Книга «Открытым оком», седьмой том, вопрос 1809, тема «Жития». «Жития были настольной книгой для простецов, мирян, но сами-то умные в образованном обществе верили ли всему там написанному?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Не верили и весьма подвергали сомнению даже описанные в них чудеса. Это касается не только вольнодумцев, как Пушкин. Толстой, но Синодалов, тех, кто издавал эти книги. И если бы от них зависело, они бы по-католически, может быть, давным-давно бы сократили жития до одной книги, а не раздували бы писательским мифотворчеством их до десятки томов. Были свои большие и малые спецы по житиям. Как их составлять, не имея иногда ничего о том, кого описывают? «Стандартные жития иногда просто под копирку». Исайя 8, 20. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Матфея 13, 58. «И не совершил там многих чудес по неверию их». Существовали методы работы, методы, которыми можно научно обосновать, что жизнь того человека в ту эпоху и не могла по-другому проходить. Если зашел в храм Сарацин, а у них запрет на изображение, он обязательно должен бы выстрелить в икону. Но чуда в этом нет. А вот отскочила стрела и попала в глаз ему. Что практически невозможно. Чудо в этом самое главное. По закону рикошета в ту же точку шар не возвращается, если удар под углом. А уж дальше никак по-другому не может быть, что врачи не помогли. В видении среди тяжких мучений икона, священник, и он уже на исповеди и обратился. А дальше и так понятно, что он и другим скажет об исцелении, ибо о болезни знали татары, живущие рядом. И узнав про него, что он теперь христианин, они казнить будут, а он не сгорает, не тонет, и только от меча умрет, будучи усекнут. Тут всегда одинаково. Как мучить будут? А у каждого народа есть свой арсенал пыточных орудий. И ничего тут нет неприемлемого нами. Лично я всему этому верю и принимаю. И молюсь всем до единого, кого церковь прославила. Веду речь только о том, почему никто ни разу не провел ревизию, кто составлял эти жития, был ли он возрожденным от Слова Божия и сравнивал ли, что в житиях прославляется, как на это его прославление смотрит Бог. Иначе сказать, что об этом говорит Святая Библия. Вот под этим углом, под этим светильником и рассмотрим темные места житий. Настольная книга священнослужителя Москва, 1978 год, том 2, страница 6 Прото и Ерей Александр Державин, 1962 год Раскрывший методы научной работы святителя Дмитрия Ростовского Страница 8 В начале 20-го столетия при подготовке чейти их миней к созданию на русском языке к изданию на русском языке комиссия, созданная при Святейшем Синоде, обсуждала проблемы текстологии и истории этих церковных памятников. Членами комиссии высказывались противоречивые мнения по поводу описания чудес, содержащихся в житиях. Одни предлагали их исключить, ставя под сомнение их достоверность. Другие требовали отредактировать соответствующие места источников применительно к современному сознанию. Профессор Московского университета В.О. Ключевский в заключительном слове дал объективную оценку высказанным мнением и обосновал точку зрения, которое и было принято во внимание. Он указал на два критерия православной о географии. Во-первых, вера древних христиан была сильнее, чем теперь. По вере и чудо. Во-вторых, мы погрешим и против исторической правды, если искусственно изменим то, что прошло через века. Засвидетельствовано очевидцами страданий мучеников, не только христиан, но и язычников, нотариев и включено в древнюю христианскую письменность. Субтитры создавал DimaTorzok